Наверняка многие в детстве, прогуливаясь по улицам города, мечтали найти монетку. Если верить в приметы, сувенирные монеты приносят счастье, удачу и богатство в дом тому, кому они принадлежат. Попытались свое счастье и наши корреспонденты Тина Копачевская и Сергей Тимовский. Юбилей района совпал с прекрасным временем года, с золотой осенью, праздником души и сердца, единения природы и человека, смотром достижений и творений. Слоенский район удивительный, в эту землю нельзя не влюбиться, она добра и гостеприимна, прекрасна во все времена года. Со дня основания района прошло 90 лет. 4 октября в праздник Дня города и района на главной площади города проходили народные гуляния, шумные и веселые. Внимание жителей сразу привлек аттракцион «Монетное шоу». В День города и района можно получить не только юбилейную монету к 90-летию района, но и отчеканить ее самому. Одним из первых отбил юбилейную монету, выполненную специально ко дню района, глава района Роман Сенеговский. Первую отчеканенную монету Роман Иванович подарил ребенку на счастье и в память о празднике. Получить счастливую монетку хотелось каждому, поэтому жителей возле кузнеца становилось все больше. Через такой аттракцион администрация Славянского района сделала подарок для 500 счастливчиков. Каждый гость может сделать себе монетку с логотипом, с символикой. Вот сегодня, допустим, у нас стоит герб Славянского района, ну и цифры, соответственно, когда появился район и сегодняшняя дата. То есть каждый-каждый гость своими руками может себе сделать монетку на счастье. Жители поделились с нашей съемочной группой своими эмоциями по поводу такого интересного шоу, да и в целом большого праздника, посвященного Дню рождения района. Это останется на память и себе, и детям, и внукам. Замечательная идея, конечно, поддерживаю. Я считаю, что это очень памятная, конечно, штучка, небольшая. У меня внучка в Москве живет, и я ей очень хотела бы взять и послать. И она бы рада была, что она здесь жила, и это для нее был бы дорогущий подарок. Я желаю жителям Славянского района и города в этот памятный день здоровья, счастья, любви, мира, чтобы было у нас только веселье, меньше было слез, а больше радости. На театральной площади продолжали работать разные творческие площадки – фестиваль вареников, самоваров. А в это время в парке имени Григория Пономаренко развернулась выставка прикладного творчества. Свою любовь к малой родине жители могут выразить по-разному – добросовестным трудом на производстве и отличными оценками в ученическом дневнике, стихами и детскими рисунками, спортивными успехами и уважением к ветеранам. А вот мастера и мастерицы прикладного искусства – своим творчеством. Уже не первый год в парке имени Григория Пономаренко народные умельцы представляют на Народный суд то, что сделали своими руками. Каждый желающий в этот день мог приобрести изделия ремесленников, прикладников, художников, встретившись с авторами работ на выставке «Золотые руки». На выставку прикладного искусства, посвященной 90-летию Славянского района, съехали со всех уголков края и даже России. Здесь можно увидеть любой вид поделок. Организаторы выставки – славянский историко-краеведческий музей. Директор музея Юлия Вишнякова говорит, что люди очень полюбили такие выставки, так как они проходили уже девятый раз подряд на фестивале славянской культуры. Но чтобы не дожидаться фестиваля, в рамках Дня района состоялась такая выставка. Помимо того, что люди в возрасте здесь, здесь есть и молодые, которые посвятили какому-то себе искусству. В общем, хочу сказать, что выбор очень большой, очень большой, разнообразный. Все представляют своё творчество, я думаю, очень ярко, красочно. Среди всех выставленных работ и работы Надежды Волковой приехала она из Иркутской области. Надеждой занимается квилтом – это лоскутное шитьё. Она участвовала в 42 выставках в различных городах и даже странах. Надежда пожелала всем жителям района всего самого хорошего. Очень понравился мне Славянск, очень красивый город. Люди очень добрые, я вот езжу, общаюсь с людьми, очень прекрасные люди. И в их праздник я желаю им самое главное – это мира, чтобы как на Украине не было. Ну и, естественно, всем-всем здоровья и творческих успехов. В этот день по площади и центральным улицам гуляли мамы с детьми, бабушки и дедушки, молодёжь. Площадка, где проходила выставка, ещё раз напомнила всем жителям о наших истоках и о том, что занятие творчеством приносит не только пользу, но и эстетическое удовольствие. Тина Копачевская, Сергей Тимовский, Георгий Калинин. Программа «События».